Россия 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 Затравлена зрелость Затравлена старость В нее накормит молодежь Но зреет в сердцах благородная ярость Даешь оболчение, даешь Есть выход один отстоять свое право Пресечь антирусский галдеж Постать из руин и повергнуть сирану Даешь оболчение, даешь Очнись, великий народ Проснись, могучий народ Воспрять державный народ Вставай в оболчение, народ Товарищи, граждане, братья и сестры Страдать и молчать не втерпешь Отриним термо либерального монстра Даешь оболчение, даешь Бесстрашие духа Особо нам нужно Оружьем его не убьешь В совместной борьбе Закаляется дружба Даешь оболчение, даешь Очнись, великий народ Проснись, могучий народ Воспрять державный народ Вставай в оболчение, народ Собог окупантов на площади красной Агрессор у спасских воров Ответь им по-русски Живи не напрасно Вставай в оболчение, народ Во все времена Только вместе мы сила Лишь вместе друг другу Попло За землю отцов За родную Россию Вставай в оболчение, народ Очнись, русский народ Проснись, советский народ Во все времена Только вместе мы сила Вставай в оболчение, народ Проснись, великий народ Воспрять могучий народ За землю отцов За родную Россию Вставай в оболчение, народ Вставай! Товарищ, в схватке с бандой людоедов Должны мы осознать И не забыть что лишь под красным знаменем победы сумеем устоять и победить. Суть реформы пенсионной – яма, гроб и похороны. Да здравствует всенародное сопротивление режиму лжи, грабежа, унижения и геноцида. Слава Советскому Союзу! Ура! Сказать решительное нет пенсионной реформе. Я приветствую делегации из 15 регионов Центральной России. Я приветствую представителей профсоюзов и многих иных общественно-политических движений. Я объявляю митинг против так называемой пенсионной реформы открытым. Слово предоставляется лидеру Народных Патриотических Сил Россию, председателю Центрального Комитета Коммунистической Партии Российской Федерации, Геннадию Андреевичу Сюганову. Дорогие друзья, уважаемые товарищи, у нас есть и основания сегодня порадоваться. Третья волна протеста против этого курса пенсионного людоедства и против лжи и насилия увенчалась успехом. Прежде всего, хочу поблагодарить всех граждан нашей великой и любимой Родины за верность идеалам справедливости и социализма, за верность народно-патриотическому движению. Мы на прошедших местных выборах удвоили, утроили свои результаты. Сегодня имеем во всех парламентах свои фракции. Сопротивление граждан страны нарастает и уверен, мы победим, потому что наше дело правое, за нами великая тысячелетняя Россия и столетняя эпоха справедливости и борьбы под красным знаменем победы. Хочу поблагодарить прежде всего тех, кто показал лучшие результаты на моей родной Орловщине губернатор Клычков, коммунист, член политического руководства, получил лучший результат по всей стране. Его поддержало 83% граждан и большинство пришли на выборы. Никто их не гнал, никто не мухлевал, никто не подтасовывал. Это абсолютно честный результат и пример политической культуры. Клычков единственный из губернаторов, который участвовал без исключения во всех дебатах. И люди увидели, что он верен своим словам, что он подготовил реальную программу возрождения экономики, что он опирается на подлинно государственно-патриотические силы. Давайте поблагодарим и наших приморцев. Они там, на Дальнем Востоке, видя, как энергично развивается Китай, братский Китай, понимая, что с этого уникального края только за последних он сбежало. 17 тысяч трудоспособных отдали предпочтение Ищенко нашему кандидату. Отдали потому, что видят, страна буксует. Я бы попросил Путина посмотреть на последние сводки Академии наук. За 10 лет всего 4 жалких процента прироста, и то с большими приписками. Рядом Китай удвоил 100 с лишним процентов дал. Даже американцы, где там грызутся между собой, и то прибавили 16 процентов. Я считаю, что Приморья показала пример, несмотря на всякую трамповку, уголовщину. Тем не менее, абсолютное большинство районов и регионов поддержало нашего кандидата. Приморья еще научила страну прозрению. В 11 часов вечера наш кандидат побеждает с отрывом почти 6 процентов. Через 2 часа все зависло. А к утру жулики в советском районе, в Артеме, и особенно уголовал он на криминальном уссурийске, который возглавляет некто Корж. Мэр, откровенный уголовник, они там бросили на 16 участках 15 тысяч голосов, тем самым фальсифицировали выборы. Обратите внимание, ни ЦИК, ни власть, ни центральные телевидения вам ни одного слова не говорят о том, что в Уссурийске была полная афера, и там никаких выборов. Если бы они действовали в правовом поле, отменить уссурийскую аферу и результат в советском, и Ищенко на порядок побеждает. Вместо этого объявляют новые выборы и начинают врать бессовестно и беззастенчиво. Им это уже не поможет. Им не поможет, потому что вместо выполнения президентского послания и вывода страны на мировые темпы развития, вместо того, чтобы развивать экономику и устремиться в пятерку самых развитых государств, мы получили за последние полгода сдутые цены на бензин и солярку, плюс 2% НДС. Мы получили очередной обвал рубля, и мы получили людоедскую пенсионную реформу. Но обратите внимание, наши две волны протеста все равно дали великолепный результат. Президент вынужден был сказать, у него не плохое правительство. Я снимаю женщинам три года и возвращаю вам 500 миллиардов рублей, потому что надо вас все-таки спасать и защищать. Но напомню, по этой реформе они лезут к вам в карман на 3 триллиона 300 миллиардов. Вернули 500 в поправках Путина, а 2 триллиона 800 миллиардов все равно на эти деньги будут выворачивать ваши карманы. Не карманы олигархов, которые захабали 90% собственности и не хотят платить нормальные налоги. Не карманы варья, которые разворовывают страну. Не карманы офшорников, которые вывозят туда триллионы. Не карманы чиновников, которые ничего не делают для того, чтобы страна и экономика развивалась. Мы им предложили простое решение. Вы пообещали 3 с лишним процентов. Вот давайте сейчас нажмем. Мы под них подготовили новый бюджет развития 25 триллионов. И в конце года будут темпы 3 с половиной. В Китае 7, в Витаве тоже 7. И у нас скоро будет 7. 1% это триллион. На 3% сдуйте экономику, это несложно сделать. Перестаньте воровать и начните работать. И прибавим сразу за один год ту сумму, которую у вас вынимают из карманов в течение пятилетки. И нет никакой необходимости вводить это людоедство. Только что завершился прекрасный митинг Хакасии. Все вам шлют привет и благодарность. Наскаловалов, числов, одержал победу, по сути дела. Вместо того, чтобы проводить завтра выборы, вчера посчитали, оказывается, мы прислали туда 400 наблюдателей. Мы проехали все районы. Там в Лисящи выступал Грудинин, генерал Соболев, Юрий Афонин, Азбек Таисайев. Там пришли во все райцентры и хозяйства, и муляки говорят, да мы проголосуем за вашего. Да, молодой, но честный. Да, молодой, но готов собрать. Да, молодой, но сказал, будем опираться на уникальный опыт Иркутской области, где губернатор Левченко показывает лучшие результаты. На опыт локтя, который в Новосибирске построил в единственной стране по квадратному метру жилья за год. Да, на уникальный опыт народных предприятий, моей родной Орловщины, где Клычков подготовил программу на пятилетку перед. И люди ему поверили. И тогда глянули, туда сто политтехнологов послали. Приехали люди в погонах, но надо отдать должное. Люди в погонах, включая полицию. Там вели достойные, сказали, не будем прикрывать это варьё, как было в Уссурийске, когда наши приехали ночью контролировать. А их загнали в Кутузку и запёрли в администрации местного мэра, которого давно надо отправить за решётку. Я уверен, что мы выиграем выборы и в Хакасии. Мы сегодня в состоянии с вами эффективно бороться. Почему? Потому что народ понял, наконец понял, что власть сегодня, это власть олигархии, власть воров и жуликов, власть тех, кто не в состоянии слышать свой народ, любить свою женщину, мать, дочь. Только людоеды могли предложить реформу, по которой женщины-матери не дают родить ребёнка, не дают понянчить внука, не дают возможности отдохнуть и полечиться на пенсии. Я хотел бы вас призвать и поддержать нашего Владимира Бессонова. Депутат, офицер, честный гражданин. Семь лет судилище шло. Ни одного кадра нет, что он поколотил двух полковников. С пяти камер мы снимали. Положил на стол президенту, администрации, прокурору, генеральному, главному следу. Я говорю, смотрите, всё натянуто за уш. И тем не менее суд местный, Ростовский, который продолжает те бандитские выходки времён эпохи Ельцина, паял три года и 20 на 20 лет лишить права политических. Даро времена в Бардеидове ар больше пяти лет поражения в правах не давали. Я сказал Бессонову, мы тебя отобьём от этого политического и правого беспредела. Но ещё хочу всем напомнить. Мы сегодня собрались, когда исполняется 25 лет, этому преступному кровавому указу Ельцина 14-00. Ровно 25 лет назад, 21 сентября, вышел этот указ, указ о танковом расстреле советской власти и Дома Совета. Хочу напомнить, что наша команда отчаянно сопротивлялась. Она не пропустила и опус порядок особого управления. Наша команда убедила граждан не проголосовать на референдуме за разгон Верховного Совета. Наша команда до последнего сражалась, защищая советскую власть, советскую конституцию. Хочу поблагодарить всех, кто тогда стал полный рост, поклониться тем, кто погиб тогда, защищая народную власть и историю нашей державы. Но и вместе с тем напомнить, нынешняя власть у вас не пройдёт 93-й год. Сегодня граждане прекрасно понимают, что происходит. Сегодня граждане видят, что ваши вчерашние хозяева за океаном сегодня наложили на вас санкции. Сегодня окружили бандеровцы, нас в Прибалтике и бандиты и нацисты в Киеве. Сегодня развязывают войну на Ближнем Востоке. Сегодня только сплочённость народа, сильные вооружённые силы, развитая экономика и мощная держава в состоянии противостоять этому новому нашествию глобалистов. Мы уверены, что справимся, но я бы хотел призвать власть придержащих закончить врать и мухлевать. Закончить! У вас уже не получилось, Приморья, вы вынуждены были отменять эти воровские выборы под вашим руководством. У вас не получилось, Хакасии, вы уже земена отправили в сторону и ищете, каким образом можно обмануть. У вас не получится завтра и в Владимирской области, где область отказалась, коренная русская область, голосовать за губернатора и её ставленников. У вас ничего не получится толком и в Хабаровске, потому что вы не справились с выполнением своих обещаний. Мы предложили программу подлинного развития страны. Мы под неё положили 12 законов. Эти законы ведут нормальные налоги и прежде всего на 200 суммах. Эти законы освободят от налогов тех, кому сегодня тяжело. Эти законы позволят иметь пенсию в два раза выше, чем сегодня, и нормальный прожиточный минимум. Эти законы гарантируют бесплатное образование и социальную поддержку. Эти законы сегодня поддерживает страна на выборах. И мы всё сделаем, чтобы народно-патриотические силы во Владимирском партии победили. Мы в состоянии решить эти проблемы. Не мы воровали эти голоса, а вы воровали. Не мы расстрелили парламент, а мы защищали его. Не мы вносили ваши ублюдочные законы, которые не принимает страна, а вы под звон футбольных мячей и жаркую погоду. Мы предлагаем подлинную программу развития. Она обирается на народные предприятия. Муникальный опыт Примакова, Маслякова и Герасченко, которые после дефолта спасли страну. Она обирается на могучую советскую историю, которая стала самой победной, самой грамотной, самой космической и самой выдающейся тысячелетней историей России. Я хочу этой власти напомнить, что преступники Ельцина вводили свой указ 14.00 21 сентября. 21 сентября. Это божественный день для России. Это Рождество Богородицы. 21 сентября Дмитрий Донской на поле Куликовым расколотил орды Мамая и победил. Там родилось великое современное русское государство. 21 сентября он был признан праздником мира против насилия. Мы за мир, но за мир под красным знаменем победы, за мир, где побеждает социализм, за мир, где главным является трудовой народ, за мир, где у каждого есть счастливое будущее. Я благодарю страну за поддержку. Да здравствует наша тысячелетняя держава. Да здравствует социалист. Да здравствует трудовой народ. Ура! Небо утреннего стяг, Жизнь не важен, Первый шаг, Слышишь, Реют над страною Ветры яростных атак. И вновь продолжает с собой, И сердцу тревожно в груди, И Ленин такой молодой, И юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, И юный октябрь впереди. Весельщик во все концы, Ветры яростных атак. И юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, И юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, И юный октябрь впереди. Да здравствует Россия! Смелья и народ! Ура! Да здравствует КПР! Ура! И вновь продолжает с собой, И сердцу тревожно в груди, И Ленин такой молодой, И юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, И юный октябрь впереди. Ура! Слово к члену Совета Конфедерации Труда, Сопредседателю правосоюза Медицинских работников действия, Андрею Петровичу Коновалу. Здравствуйте, товарищи! Буквально несколько дней назад информационные агентства распространили интересную новость из моего родного города Ижевска. Там на концерне Калашников разработан комплекс «Стена» для Росгвардии. Это такая штука, которая устанавливается на машину марки КАМАЗ, бронированную машину, специально обработанную, с различными устройствами. За три с половиной секунды эта стена вылетает из кузова и ставится поперёк улицы на всю её ширину, в зависимости от её ширины. Эта стена оборудована системами фото- и видеосъёмки, системами шума и светоподавления и, обратите внимание, бойницами для огня по агрессивно настроенным гражданам. Для кого? Для кого готовят эту машину? Правильно, для народа, который готов защищать свои интересы, не готов мириться с грабежом. А ради чего? Что они хотят защитить? Свои карманы, правильно. И вот такую пенсионную реформу, которую они сегодня проводят. Пенсионную реформу, которая приведёт к 8 миллионам лишних безработных. Пенсионную реформу, которая вынимает из карманов граждан то, что они заработали. Вспомним, ещё несколько цифр. 300 миллиардов, это сегодня рынок коррупции в России в течение года. Он больше, чем рынок наркоторговли. 23 миллиона, это вывоз капиталов из... 20... Простите, 23 миллиарда, это вывоз капиталов из страны за 5 месяцев. Это огромное расслоение общества. 485 миллиардов, это состояние 200 семейств. И оно больше всех вкладов граждан нашей страны на 100 миллиардов. И больше на 50 миллиардов того, что золотовалютных резервов Центрального банка. Что же мы можем противопоставить этой стене, которую они воздвигают против народа? Ведь эта стена проходит не только на улицах, она проходит в судах, независимость судов ликвидирована. Она проходит на выборах. Здесь мы тоже видим уничтожение свободных демократических выборов. Она проходит сегодня в интернете, где людей сажают за выражение своего мнения. Эта стена, в том числе и те огромные деньги, которые они имеют, у них всё. Силовые структуры, деньги, подконтрольные СМИ. Что мы можем противопоставить этому? Только организацию, только организованное большинство народа. Как народу организоваться? Это сильные партии, это независимые массовые профсоюзы. Мы в конфедерации труда России, объединяющем профсоюзы моряков, авиадиспетчеров, учителей, университетских преподавателей, медицинских работников. Умеем, умеем защищать права трудящихся, но нас не так много. Только организовавшись, только имея силу, мы можем противостоять антисоциальным реформам. Поэтому, друзья, мы, конфедерация труда России, призываем вас, вступайте в левые партии, вступайте и создавайте независимые профсоюзы. И вот так мы победим. Долой пенсионную реформу! Долой пенсионную реформу! Долой пенсионную реформу! Долой пенсионную реформу! Спасибо! Дорогие товарищи, помните ли вы, как на президентских выборах популярная ведущая Дома-2 вывинула лозунг против всех? Так вот, похоже, эта зараза оказалась заразной для всего правительства и партии «Единая Россия». Именно они теперь продавливают через Государственную Думу закон о повышении пенсионного возраста, который действительно можно назвать законом против всех. Знаете ли вы, что после принятия этого закона до пенсии не доживет половина мужчин и каждая пятая женщина? Это значит, что как класс будет ликвидирована половина пенсионеров и пятая часть – женщин-пенсионеров. Больше всех ограбят, даже не тех, кто уже почти достиг пенсионного возраста. Понимаете ли вы, что больше всех ограбят мужиков до 55, женщин прекрасных до 50 лет. Посмотрите, что получается. Если у вас отбирают пенсию за 5 лет, при современной пенсии это больше 850 тысяч рублей. Мало того, как только закончится переходный период, отнимут льготы на проезд на транспорте, на бесплатные лекарства, на оплату коммунальных услуг и на многое-многое другое. У каждого сейчас уже собираются опять минимум полтора миллиона рублей. Это не реформа, это натуральный грабеж в законе. Но это закон не только против людей, это закон против экономики. Потому что если у людей отнимают деньги, и мне на что покупать товары. Я не поклонник рыночной экономики, но без того, чтобы люди могли покупать товары, рыночная экономика развиваться не будет. Вы знаете, что в предыдущие годы российская экономика ползла, не росла, а ползла. В том числе в последние годы придумали такое слово отрицательный рост. Минус 0,2% за 4 года. Перевожу на русский. Юмористы говорят, темпы роста нашего падения замедлились. А знаете ли вы, что это закон против технического прогресса? Потому что когда на рынок выбрасывается дешевая рабочая сила, бизнес не внедряет технические новшества. И поэтому у нас сейчас два робота на 10 тысяч населения внедряют в Китае 36, а в Южной Корее 478. Никакого экономического прорыва не будет. Будет экономический провал. Я хочу вас спросить, скажите, а кто-нибудь из депутатов, когда они шли в Государственную Думу, вам обещал повышать пенсионный возраст? Да или нет? Нет. Никто не обещал. Все теперь пытаются обмануть бесстыдным образом своих избирателей. Путин, как президент, поддержал эту людоедскую реформу. Медведев ее внес. Депутаты Госдумы от Единой России проголосовали ее в первом чтении. Губернаторы на местах от Путина и Единой России поддержали проект решения. Вот та сила, которая движет и навязывает нам этот антинародный закон. Запомним их. Зло всегда возвращается. Это зло, которое они навязывают народу, вернется к ним нелюбовью. В 1945 году фашистская Германия потерпела поражение. Знамена фашистской Германии и его союзников были брошены на Красной площади у Мавзолея в знак их поражения. Они замахнулись на советский народ. Он был един, поэтому непобедим. И сегодня те, кто голосуют и те, кто продвигает антинародную пенсионную реформу, также будут повержены. Абсолютно повержены. Я предлагаю вот эти плакаты с позором депутатов Единой России бросить сегодня так, как бросали в 1945 году знамена фашистской Германии. Не возражаете? Давайте это сделаем! Позор! 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 А теперь пытаются вести еще и полицейский надзор. Но пока этот закон не вступил в силу, пока этот закон оспаривается в суде, голос Сергея Удальцова звучит. Дорогие друзья, я могу вам пообещать только одно. Как бы они ни пытались нам заткнуть рот, как бы они нас ни пытались запугать, ничего у них не получится, потому что за нами правда, за нами историческая справедливость, и победа неизбежна будет за нами. Я пока сидел месяц под арестом, понял, что надо говорить очень коротко, поэтому скажу буквально несколько слов. Первое. Все, кто уверял, что наш протест не имеет никакого смысла, глубоко заблуждались. За эти три месяца мы так подняли страну, мы так воодушевили народ, что в России сформировалась уже новая политическая реальность. Власть делала вид, что не замечает наши протесты. Власть запретила референдум. Но мы 9 сентября провели народный референдум, и по его итогам Единая Россия провалилась. Если бы были реально честные выборы, в большинстве регионов сейчас были бы красные губернаторы, а в большинстве ЗАГС-собраний было большинство за нами. Правильно? Но власть по-прежнему, даже чувствуя, что почва уходит из-под ног, прибегает к излюбленному способу репрессий и фальсификаций. Вместо того, чтобы объявить референдум, Путин обещает нам 2 дня бесплатной диспансеризации. Но это не издевательство. Уж он бы лучше честно сказал, обещаю вам бесплатные гробы и места на кладбищах. По крайней мере, это было бы искренне. В Хакасии и в Приворье они понимают, что проиграли, но вместо этого идут на преступления, заставляют Памфилову пускать слезу и крадут победу у нашего кандидата Ищенко и пытаются сорвать выборы в Хакасии. Как это называется? Преступление и никак иначе. И я могу сказать одно, дорогие друзья. Если они встали на путь преступлений, то они неизбежно, рано или поздно, ответят, и их народный суд будет судить по всей строгости. И никто не уйдет от ответа. Правильно? И я призываю вас не расслабляться. Уже третья акция протеста. Сотни тысяч на улицах. По всей России миллионы. И мы должны наращивать наш протест. Второе чтение. Выходим в Госдуме. Дальше выходим к Совету Федерации. 7 ноября новая всероссийская акция. Пусть власть не думает, что мы отступим. Мы готовы бороться дальше? Готовы. Мы не отступим? Нет. И пусть власти запомнят, пока у них еще есть шанс решить все эти вопросы цивилизованно. Если они будут и дальше идти путем репрессий и преступлений, у нас не останется другого выхода, как убрать их с политической сцены, сменить политический курс и привести к власти коммунистов, патриотов, тех, кто действительно возродит Россию. Согласны? Да. Поэтому сегодня мы все вместе говорим, позорной пенсионной реформе нет, фальсификаторов выборов под суд, России нужна новая власть, России нужен социализм, России нужен левый поворот, и мы будем бороться до конца, до победы, и обязательно победим. Ура! Ура! Сегодня мы в третий раз вышли на общероссийскую акцию протеста против антинародной пенсионной реформы. Решение поднять возраст выхода на пенсию противоречит действующей конституции и ухудшает жизнь граждан России. Наследники и героев Великого Октября сегодня вынуждены довольствоваться нищенскими зарплатами и пенсией, дожить до которой для многих теперь становятся проблемой. В стране напрямую грозят демографическая катастрофа и массовая безработица. Правительство Медведево, утвержденное в мае 2018 года, с подачей гаранта Конституции Российской Федерации полностью себя дискредитировало. Более подлого и циничного шага, чем разработка законопроекта о пенсионной реформе, трудно представить себе. Это правительство стоит на защите интересов олигархов, в чьих руках обманным путем оказались сосредоточены власть и все национальные богатства страны. Все свои проблемы оно решает за счет трудящихся. В значительной степени сентябрьские выборы 2018 года стали индикатором отношения народа к правительству и Единой России, выступающей за повышение пенсионного возраста. Народ все меньше доверяет политиканам из партии власти и ее сателлитов. Звеньями одной цепи с пенсионной реформой стали недавние выборы губернаторов. Беспрецедентный подлог и фальсификация их итогов в Приморском крае следствие царящего системного производства, произвола и политического дефолкта в стране вызвали массовый протест. Сегодня именно КПРФ воспринимается гражданами как альтернатива правящей партии и реальная политическая сила, отстаивающая интересы народа и государства. Мы заявляем, народ не потерпит дальнейшего попрания его гражданских прав. Протест продолжится, если пенсионная реформа и произвол антинародной социальной политики не будут прекращены. На улицы выйдут миллионы граждан. Будущее страны и ее социальную политику должен определять народ на общероссийском референдуме. Мы говорим, нет социальному террору власти против собственного народа, нет грабительской антиконституционной пенсионной реформы, либеральное правительство Путина и Медведева в отставку, народное презрение и позор политиканам-единоросам. Программу КПРФ «Жизнь» за нами правда и справедливость. Вместе победим! Я прошу проголосовать за предложенный текст резолюции. Прошу поднять руки, кто за. Если у нас против, поддержанная резолюция принята.